Здравствуйте! Еще раз я рада возможности сегодня общаться с вами, делиться теми знаниями, опытом, той реальностью, в которой мы сегодня живем в регионе Центральной Азии и в моей стране, в Казахстане. Новое поколение экологов, молодежи, они об этом, может быть, знают из рассказов, из истории от своих, может быть, родителей или бабушек, дедушек. Они живут в современном мире, где больше информации, их беспокоит сегодняшняя жизнь. И, конечно же, большую роль играет здесь их опыт и знание практика, то есть лучшие практики, как они друг у друга учатся, и очень сильно развито волонтерство. То есть экологическое волонтерство, это мониторят, они делают экологические акции и так далее. То есть это вот такие важные вещи, я считаю, борьба с климатом, они понимают, что такое экологический след, они пытаются ездить на велосипедах, делать безопасный транспорт, или они говорят, чистый воздух, надо сокращать выбросы, и они говорят о том, что надо избавляться от пластика. И вот такие вот вещи, это очень-очень радует, то есть это повестка такая вот на сегодняшний день. То, с чем они столкнулись, об этом они и говорят, об этом они беспокоятся, это они и делают. Ну, чтобы как-то влиять на политику экологическую, влиять на национальный уровень, на законодательство, на законотворческий процесс, здесь, конечно, другой уровень экспертизы. Я думаю, что вот именно здесь очень важно такое, знаете, кросс, такое межпоколенческое сотрудничество. Intergenerational, мы говорим, да, такое communication, потому что вот здесь как раз поколение, которое экспертов, опытных, которые работают с парламентом, на уровне местного законодательства, работающие, представляющие хороший, огромный опыт и умение это делать, они как раз соединяются с молодежью, которые могут эти вещи понимать, доверять и учиться разбираться в этом, поскольку это требует специфичных знаний, да, и, может быть, они этим не обладают. Зато у них много энтузиазма, чтобы работать в социальных сетях, публиковать, мониторить, фотографировать, отсылать это в правительство и в онлайн работать с мэрами городов и так далее. То есть в этом плане они очень сильны. Поэтому вот мне кажется, что тот барьер, который, это я даже не называю барьер, а то, чего не хватает для молодежи, это именно от того опыта, тех глубоких знаний, экспертизы, узкие специфические знания, они, может быть, будут важны для того, чтобы как-то эти барьеры преодолеть. Вот тут нужно сотрудничество между нашими поколениями. Вот из моего личного опыта то, что мы сейчас обсуждали недавно, это, например, строительство атомной станции в Казахстане, тема горячая, да, обсуждали это. Я видела, что много молодежь вообще просто молчит. Ну, некоторые, кто в этом пытается что-то разобраться, говорят, да, наверное, наука идет вперед, мы должны исследовать, нам нужна энергия. Она тем более чистая, она там, как, ну, будем говорить, объявлена, уже принята там в повестке европейских стран, что атомная энергетика – это зеленая энергия, и они как бы вот подвергаются вот этому общему потоку информационному, начинают. Спасибо большое за такой подробный ответ, очень интересно, и мне бы хотелось, может быть, сейчас сфокусироваться на рекомендациях, которые у вас есть для законодателей на локальном уровне, на национальном, и, может быть, поговорить о роли международных организаций здесь, таких, например, даже как ОБСЕ, что можно предпринять на законодательном уровне, чтобы эти барьеры для молодежи и для женщин, для их участия в экологическом движении, чтобы эти барьеры устранить максимально? В принципе, знание законов, да, это очень важно, ведь когда мы говорим о правах граждан, экологических правах, они тогда работают, когда их применяют, когда их понимают, понял, осознал и начал защищать свои права. И в этом смысле, наверное, нам нужны, вот, законодательство это позволяет делать, в Казахстане Орхусская конвенция действует, и это очень важно, это право граждан на участие в принятии решений, это право граждан доступа к экологической информации и право доступа к правосудию, да, И эти вещи работают, опять же, через местные организации, крупные, которые много лет в этом поле работают, и тут граждане, конечно, могут вместе с ними работать. Ну, другое дело, что когда мы говорим о осознании прав и правоприменении, вот, насколько важно, чтобы все-таки международные организации, и они содействовали бы улучшению законодательства национального через вот международный опыт, международную экспертизу, практику, чтобы показать, как это работает в странах, где это является нормой жизни. Ведь люди тогда, мы когда говорим о защите прав, какие экологические, там, гендерные, да, любые права, пока граждане не поймут, что такое правовое государство, пока граждане не осознают, что есть смысл обращаться в суд, есть смысл отстаивать свои права, и особенно в Казахстане, если посмотреть рейтинги, там, вот, Human Rights Watch и так далее, там, Сивикусы, рейтинги, то мы уже перешли, там, категорию вообще, да, то есть у нас очень плохо с правами человека в Казахстане, и усилия правозащитных организаций, экологических активистов, они, они подвергаются даже давлению, да, и особенно после январских событий, которые произошли в Казахстане, это, это стало просто, ну, такой, больше нельзя терпеть, и люди выходят, и слава богу, ну, они протестуют, они, они выходят цивилизованно, они получили сейчас возможность все-таки выступать, да, на митингах, говорить, то есть они регистрируют или, там, уведомляют правительство, местные органы власти, им определяют место, они могут выходить и выступать, и говорить, и уже вот в той практике, когда идет кептинг, когда их, там, задерживают, абсолютно все было запрещено, мы этот барьер перешли, но нарушения до сих пор идут, то есть давление на экологических активистов, на свободные, свободные независимые СМИ, все равно это все очень сенситивно, особенно мы видим, как в служении пространства идет, и опыт, вот, если говорить о Центральной Азии, мы же видим, как влияет все-таки политика, да, российская, наши соседи, когда говорят, что иноагенты становятся таким, обретают окрас, такое шпионство, и сотрудничество с международными организациями, оценивается как чуть ли не как предательство Родины, причем это на уровне, такой, паблик, да, то есть население должно так, восприятие населения, потому что правительство вот такую политику идет, и это пытается распространяться на регион Центральной Азии, и вот в Кыргызстане, например, да, это очень сильно отражается на активизме, на гражданском активизме, на экологическом, на женском движении, да, в экологии, поэтому мы, я вот считаю, что роль международных организаций все-таки оказывает содействие таким, к тому, чтобы наше, будем говорить, правовое поле не ухудшалось, дальше уже некуда сужаться, да, вот нужно как-то в этом плане содействовать, и может быть на международном уровне, когда мы готовим альтернативные доклады, альтернативные отчеты, когда мы делаем какой-то people scorecard о том, как у нас происходит, то есть поддерживать вот такие исследования независимые, это очень важно, я считаю, это вот такая роль ценная для, и также еще поддерживать участие наших неправительственных организаций, молодежи, женщин в региональных и глобальных процессах, ведь это же проблема, когда НПО не могут участвовать на международных встречах, где они могут дать голос, да, звучать голос гражданского общества на уровне, там, ЮН, да, или на европейском процессе, или азиатско-тихоокеанский процесс идет, и от Центральной Азии выступает очень мало людей, почти не слышно голоса. Спасибо большое за такой ответ, очень подробный, я думаю, рекомендации, прям списком рекомендаций, это замечательно, спасибо большое. Мы в рамках этого проекта говорим с разными экспертами из Центральной Азии, и все, каждый из них говорит о сужении гражданского пространства в своей стране, говорит о инагентах, о плохом, ну, как вот, общественное мнение, которое формируется вокруг экологических организаций, негативное, и это формируется за счет информационной повестки, политической повестки государства, и практически все наши спикеры говорят о Казахстане как о стране с наиболее благоприятным климатом, в плане активизма, и интересно всегда услышать детали, как говорится, дьявол, дьявол в детали, и когда мы рассматриваем целую страну как, ну, у них не так плохо все, как у соседей, то мы не видим целого пласта проблем, поэтому спасибо большое, что подробно так рассказали. Хорошо, давайте тогда поговорим более сфокусированно про ядерную энергетику, вы мировой эксперт в этих вопросах, мы немного ранее поговорили об этом, и в других ответах вы тоже на это указали косвенно, давайте сфокусируемся сейчас на этом. Сейчас в Европе и вообще в регионе АБСЕ появился целый ряд популистов и ряд экологов, которые продвигают ядерную энергетику как зеленую, как альтернативную по многим причинам, конечно, есть большие к этому политические, геополитические причины, но как можно экологам, так скажем, вашей школы, как эффективно говорить с общественностью, с экологами, рассказывать им о ядерной энергетике и о проблемах ядерной энергетики эффективно, так, чтобы они услышали, как мы говорили ранее, выросло целое поколение людей, которые не застали, слава богу, никаких огромных проблем, связанных с ядерной энергетикой, и может быть они что-то не видят и не понимают, и как до них эффективно можно донести эту информацию. Да, сложно, сложно, объемная такая вещь, ну, наверное, мой опыт, да, сколько я вот в этой теме, часто атомщики, они пытаются, у них это неплохо получается, они умеют рекламировать, пропагандировать атомную энергетику как чистую энергию, и они готовят огромное количество информации, которые, аргументов, которые убеждают население, что это, ну, это нормальная обычная энергетика, только вот там реактор и все, и там вот вода нужна для охлаждения, то же самое, что с тепловыми, только тут вот это все гораздо чище, потому что выбросов меньше и так далее. И они умеют это аргументировать, они научились это делать, и у них очень хорошие такие плакаты, да, разные флайеры они готовят с цифрами, данными. Вот я недавно была на круглом столе в Казахстане, в Алма-Ате, где атомщики пытались, ну, пропагандировали этот круглый стол именно о том, как они планируют построить атомную станцию там в Балхаше. И у них было очень хорошего качества информационные материалы. Имеется в виду очень красиво оформленный, яркий, красочный, все бесплатно, всего много, и там студенты, и все, и это такая вот большая пропаганда, да. И они ссылаются и на МАГАТЭ, да, и мы знаем, что МАГАТЭ также лоббирует атомную энергетику. Они говорят о том, как осведомлены, как ядерная энергетика активно развивается в мире. Они показывают ее как передовой, прогрессивной. Особенно для Казахстана, когда у нас, мы страна одна из самых огромных количеств выбросов, и мы берем на себя обязательства по снижению выбросов там к 2030 году, там к 60-му. И они высчитали так, что именно благодаря атомной энергетике мы сможем и возобновляемой, и атомной, мы сможем достичь вот этих показателей, да. И ссылаются это очень серьезные аргументы. В ответ я хотела говорить, что нужна, конечно, в этом плане такая же информация, такого же хорошего, лучшего качества, не такого, потому что там много вранья, а у нас именно достоверной, ясной, четкой информацией. Первое – это, конечно, правовое поле. Когда атомная энергетика, ну вот наши коллеги-юристы со стороны антияльной компании, они сказали, закон об атомной энергетике в Казахстане, там столько-то статей 29, где много говорится о рисках от предотвращения рисков, да, для населения, окружающей среды и так далее. Почему ваших информаций только о хорошем? Почему нет информации о рисках? И мы ведь можем тогда подготовить такую же информацию о рисках. И это будет совершенно другая информация, когда два флайера будут перед человеком, в одном, где есть все плюсы, а здесь показаны риски, человек имеет право сделать выбор, потому что у него достоверная, ясная, четкая информация. Когда человек обладает только одной информацией, он не может составить объективное суждение по этому вопросу. И вот это, первое – это законы, да, на уровне законов, потому что когда принимается решение о строительстве, оформляются какие-то документы, находится площадка, при этом не проведены слушания, мы не видели там технико-экономическое обоснование, то есть есть экологическое законодательство. Если они нарушают его, то нужно оспаливать, для этого есть Органская конвенция. То есть вот биться на правовом поле – это очень здорово, это прекрасно, и это вот такое, я считаю, сильная часть, когда мы говорим о том, как экологические организации, общественность, граждане могут защищать свои права, потому что это их право, даже конституционное право – здоровая, безопасная окружающая среда для каждого. И когда говоришь об этом полном цикле, что атомная станция 60 лет, она сама по себе, это не какая-то, знаете, заправка, да, где машину заправляют и все, это серьезный ядерный объект, который должен отвечать требованиям радиационной безопасности для населения, чрезвычайной ситуации, там управление рисками, это затраты, и весь ядерно-топливный цикл, включая даже, куда они будут девать и за какие деньги радиоактивные материалы изотопа, которые будут после отработавшего ядерного топлива, нужно будет с этим работать. И это ведь занимает уже не сотни лет, это тысячи лет, и нигде в мире не найдено еще безопасного способа захоронения и хранения радиоактивных отходов. Когда мы будем говорить о стоимости, тогда тут сразу же меняется и цена, то есть сколько стоит реактор на самом деле. И они когда говорят о том, что цена атомной энергии дешевле, чем возобновляемая, и дешевле, чем угля, это вот ее плюсы, но давайте считать правильно. Когда мы посчитаем все, тогда поймем, что это не дешевая энергия, потому что стоимость атомной электроэнергии, да, выработанной энергии, должна входить еще туда, стоимость должна войти ее закрытие, декомиссия и хранение, захоронение отходов. Значит, она на самом деле не такая уж, она, если не войдет туда, то она ляжет по-любому временем на налогоплательщиков, только там уже будут платить наши дети, наши внуки. То есть вот если правильно ставить на такое русло, то с атомщиком сложно тогда говорить с нами. Ну, не говоря о том, что еще мы говорим о радиационных рисках и экологических рисках, когда в случае там нештатной ситуации, аварии и так далее, и этот мир показывает. Или когда сколько стоит там один лето, в итоге он дорожает по моменту запуска и так далее. Так же, как вот мы сейчас говорим, что если они говорят о реакторах три плюс поколения, а пока построят, это будет, допустим, там 36-й год, через 15 лет, к этому времени конъюнктура мирового рынка энергетики изменится, и мы уже опять строили, вложили миллиарды в то, что уже в мире неактуально. То есть мы опять отнесли свою энергетическую структуру назад, заплатив огромные деньги. То есть даже с точки зрения экономической целесообразности тут тоже есть место, где бороться. Ну, тоже хороший ответ атомщиков, но здесь надо давать аргументы. Только серьезные аргументы продуманы, и тут, конечно же, нужна экспертиза. Вот нам очень сильно помогают эксперты антиядерного движения в России, которые, поскольку Росатом лоббирует эти вещи, то они знают все тонкости, и мы благодарны тому, что они нам могут помогать. Но мы тоже должны бережно относиться к этим людям, потому что сейчас очень сложная ситуация в России, и любое наше сотрудничество и вся информация так и так, она есть. Мы должны все-таки, ну, наверное, действительно понимать ситуацию, которая есть в регионе, и тех редких экспертов, которых очень мало, на самом деле, в этой области, к ним надо бережно относиться, защищать их, не подвергать излишним рискам. Все, что можно сделать самим, а информации достаточно много, сейчас надо делать самим. И делиться этим соседями, конечно. В глобальном уровне вот встречи климатические сторон. Когда-то я была в Копенгагене, мы много работали в Нью-Йорке, в ЮН, когда ездила я на эти глобальные встречи. Были целые сессии, мы выступали с докладами «Опыт стран», и мы показывали прямо кейсы стран, как мы пострадали от радиации. Продолжение следует...